Саша Владушкин, пожалуйста. Альманах в Литве, Литера, 2019, в который вошли стихи, переводы и проза на русском языке более 100 авторов из 12 стран мира. И открывает этот сборник слова Владимира Трофимова. Примечательно, что стихи считают музыкой души стихотворца, музыкой, написанной по недоразумению не нотными знаками, а словами, строчками слов из глубин души. Музыка – космос, стихи – млечный путь в космосе. В этом альманахе я вам прочитаю выдержку из интервью, приведенной Екатериной Гущиной. Владимир Петрович Трофимов родился 9 сентября 1936 года в Гродненской области Белоруссии. Клайпинское мореходное училище окончил в 1955 году. Работал на рыбоправословых судах, морях, трех океанов, исключая индийский, помощником капитана, капитаном промысловых судов и капитаном-наставником. Учился в Калининградском техническом институте, рабочий стаж 41 год. Первые стихи в переводе Литовской республики появились в 1963 году. Затем в статьи, очерки, рассказы в 1973 году участвовал в Всесоюзном совещании писателей-маринистов в Ленинграде. В 60-х, 70-х выходил в литературное объединение при редакции городской газеты «Советская Клайпеда». Член литературного клуба «Среда» был со дня его основания, 29 ноября 1979 года. Руководил которым моряк, журналист, писатель Эдмунд Осветскус, член-корреспондент Европейской академии искусств и литературы. Ну, не буду много здесь чего читать. Три сборника стихов он выпустил, член МАП. В 2010 году Московская писательская организация «Союз писателей России» награждена золотой медалью за верное служение отечественной литературе. И здесь вот, что касается из этого интервью нашего клуба «Среда», спрашивают у него, расскажите об истории создания литературного клуба «Среда». Первоначально пишущие, отвечает Трофимов, первоначально пишущие стихи, прозванные русском языке, собирались под флагом городской газеты «Советская Клайпеда». Теперь Клайпеда. Руководил неофициальным объединением заместитель редактора Василий Лукич Барановский, журналист-празаик с поэтическим предприятием ближайшего мира. В будущем Василий Лукич перейдет в состав редколлегии, выходящей на русском толстого литературного журнала «Вильнюс» и напишет немало книг о русских в Литве в довоенное и военное время. Интересная деталь. В частности, заявивших о себе как о поэтах и прозаиках, оказались преимущественно морякирово-формыслового флота. Ясно. Романтика мореплавания – благодатная почва для проба пера. В составе стихотворцев были и моряки-литовцы. Плодотворными и заметными на небосклоне Клайпеды стали Йонас Кантовутас и Витавутас Брянчус, оба автора, издавшие более чем по 10 секваторных книг. Срезвычайно показательно, что В. Брянчус – один из двоих клайпедских поэтов, закончивший литературный институт имени Горького в Москве. Второй – Анатолий Привалов, тоже выпускник литературного института. В 60-х, 70-х часто организовывали литературные чтения в школьных, студенческих и производственных коллективах. Выступали русские и литовские поэты в перемешку, не претендуя на первенство и не оставаясь в проигрыше. Всех слушателей принимали одинаково хорошо. У людей, особенно у молодежи, сохранялась тяга к прекрасному. Где-то в 70-х в ведомственной газете «Рыбак Литвы» нарисовался новый журналист Эдмунд Асветскус, сам писавший достойные стихи по-русски. Кое-кого это напрягало, кому-то казалось странным, но не любительным и ценителем настоящей поэзии. Эдмунд Ас выглядел достойным стихотворцем и критиком стихотворчества, и по высокому уровню писательского мастерства, и по внешнему виду. Одним словом, глыба. Естественно, все мы сплотились вокруг новой поэтической величины. Первым руководителем среды безоговорочно избрали Венскуса. Ряд наших поэтов включили совместный с калининградскими поэтами сборных стихов «Добрый день», «Лаба Дена». Постоянно печатались гороскопы в Великанской периодике. В газете нашего города регулярно выходили театрные страницы капли янтаря. В начале 90-х, по причинам от нас независимых, видимая наша деятельность примерно до десятилетия заглохла. Возобновилась она в самом конце 20-го века. Объединив усилия пишущих на русском языке общественную писательскую организацию, не стремящуюся к прибыли, официально зарегистрировали самоуправление Клайпиды, Клайпидский литературный групп «Среда» Аблинка. Истасковавшись по публикациям на страницах прессы, приступили наверстывать упущенное. Возобновились выпуски страниц капли янтаря. Литература, будучи частью культуры общества, синоним красоты, которой предстоит спасить мир на планете, возрождать духовные ценности народа. И закончу небольшим стихотворением Трофимова, приведенного в этом же альманахе «Осенняя элегия». Утих, исчез, крикливый чибис, Срикоды здесь перевелись, Досрочно эльфы испарились, Природы духи вознеслись, Опали сети паутины На охру нежную травы, И клин небесный, лебединый, Строка из временной главы, Как небыль, прежний день горячий, Сомнамбулическая стынь, Восходы солнца полузрячие, И шепот вечности. Аминь. Отправляя это стихотворение в альманах, Трофимов написал, Подборка стихов необязательна для печати, Даю показать, что за душой. Извините. Теперь перейду к Валентине Бурмакиной. Стихотворение мое «Повороты судьбы». Оно посвящено Валентине Бурмакиной По прочтению одноименной книги, Которую демонстрировал наш президент. Сколько в жизни рассветов, закатов Было чудных, совпавших с душой. Пусть небесный сочтет калькулятор, Мы и тоже, что жить хорошо. Пусть сегодня не очень охотно Формируется в зеркале лести, Все в полете вокруг, мимолетно. Есть резон на дорожку присесть. Жизнь прошла, но остался чуточек, Тот чуточек у каждого свой. Пусть соломинка даст нам разочек Покалякать при встрече с тобой. Пусть готовят в дороге сюрпризы, Повороты строптивой судьбы. Жизнь прожить, не собраться в круизы, Нам присесть перед вечностью бы. Это стихотворение было посвящено Бурмакиной В момент, когда ей исполнилось совсем недавно 85 лет, Когда мы ей желали здоровья и хороших дней. Немножко из ее стихов. Поставь свечу за упокой разлук, Мы не расстанемся в грядущем, Разлука временный недуг, Любовь излечит наши души, Поставь свечу за здравие любви, И за тебя, я за тебя свечу, Поставлю в храме, Что есть и будет в этой жизни с нами, Ты самым светлым словом назови. Ты боишься прожитых лет, Поделись со мной, чем богат. Опоздала я в твой рассвет, Пригласи меня в свой закат. Встречи могут иметь продолжение, Чаще встречи имеют конец, Только есть, как земли притяжение, Притяжение близких сердец. И как бы подвести вот это воспоминание О Трофимове и Бурмакиной, Я прочитаю небольшое свойстворение, Разве жить смысла нет? Разве жить смысла нет? Осень теплая нынче, Чудным каждый рассвет Мог быть рядом с мечтой, Но осколок мечты В небо крестиком звенчен, Успокой душу ты, Свечкой за упокой. Каждый в мире своем Очарованный странник, Свои песни поем, То смеясь, то грустя, Шепчет поле во ржи И хранит коноплянник Твою мысль не во лжи У святого огня. Участь в судьбах людей, Взгляд наивный, но честный, С детских лет до сих дней, Обаяние клад, Мудрость, чара берег, Резонансом чудесным, Полюбить жив успех, Завершили расклад, Где на все есть ответ, Пусть не сразу, не нынче, Мог быть чудным рассвет, Рядом с щитой мечтой, Результат той мечты В небо крестиком звинчен, Светишь здравию ты, Свечкой за упокой. И последнее, Мое, Просто Полуфилософское. Под осенней с холодком рассвет, Солнце Под осенней с холодком рассвет, Солнце привыкает быть желанным, Уж былой навязчивости нет, От потоков жарких и саванны, Все течет, Меняется, Увы, В мире философских многоточий, И любовь, Мутившая умы, В нежной ласке Раствориться хочет, Время летчик, Что ему парсек, Множит лет прочитанные книжки, Время Расторопный дровосек, Запасает на зиму Дровишки, Нам запас Душевного тепла, Даст любви Пожизненный реактор, Осень бабье лето Увела Паутинка, Очень веский фактор, Колобродит Поздняя любовь, В омовенье Утренних туманов, Не томись душа, Ни многословь, Сколько было Чувственных обманов, Может быть, Крыла последний взмах, Поздняя любовь, Рядим гадая, Может быть, и первой, Но в годах, Так зачем нужна Любовь иная, Пусть былой Навязчивости нет, Будем греть И честить друг друга, Повстречав С прохладою рассвет, Солнце и любовь Не сходят с круга. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...